К разговору с людьми, будь то прием по личным вопросам или общению онлайн, Леонид Цуприк готовится основательно, привлекая к разговору ответственных за социальные вопросы специалистов. Поэтому результаты очевидны. Количество обращений с каждым разом становится все меньше. Если три месяца назад на прямую телефонную линию позвонили порядка 15 человек, в этот раз 11. О годах более ранних говорить не приходится. Это значит, что чиновники на местах научились слушать, вникать и главное решать больные вопросы. Те обращения, которые идут по линии социальной сферы, они в большинстве своем просто кем-то не были решены в сельском совете, в районе, в городе. Это фактически принцип, который мы придерживаемся в область полкома, что если уже в область полкома обратился человек, мы должны максимально в интересах людей решить его проблемы. Итак, 11 вопросов за полтора часа онлайн общения. У каждого обратившегося его проблема самая главная, которую решить нужно безотлагательно. Но не все так просто. Социальные проблемы с кондачка не решаются. Они требуют детального рассмотрения, но в обеде никто не остался. Каждый вопрос Леонид Цуприк внимательно выслушивал. И в самом скором времени специалисты область полкома их решат. Самые сложные, признается Леонид Александрович, это конфликты личностные. Вот это наиболее сложные вопросы. Они не могут быть решены сразу при ответе на прямой линии. Как вы их решаете? А мы изучаем положение одной и второй стороны. И тогда, только когда изучены все, так сказать, мотивы, претензии всех, что способствовало возникновению этого конфликта, вот тогда мы принимаем решение. И часто это решение принимаем коллегиально со всеми специалистами, которые могут разрешить ту или иную проблему обоих сторон. Несколько вопросов от жителей Пинского района, деревни Ботова, по поводу закрытия фельдшерско-акушерского пункта. Согласно нормативной базе, амбулатории должны быть там, где не менее 600 жителей. Сегодня в деревнях такое количество людей – редкость. Сегодня в деревне количество жителей уменьшилось. Это все пожилые люди. Поэтому, принимая решение о том, сохранить ФАП или его закрывать, учитываются все обстоятельства. Но, в первую очередь, как эта услуга может быть продолжена, предоставление для населения того или иного пункта населенного, исходя из того, что рядом находится, какое медицинское учреждение. В общем-то, люди не должны чувствовать вот этих замен. Услуга оказывалась, и она должна продолжать оказываться. Вот, исходя из этого, мы и принимаем решение. Кстати, содержание одного ФАПа в год обходится бюджету в 100 миллионов рублей. Дорого, но... Ну, здоровье людей дороже.